Девушки отдыхают И вообще, почему ты называешь и мальчика, и девочку? Я планировал сыну выбирать имя сам Держанка, прости, но тебе нельзя в этом вопросе доверять У тебя не очень хороший вкус Ох, это почему? Ну, вспомните хотя бы, как ты называешь свою машину Бомбовозочка моя Ну, это не говорит о том, что у меня плохой вкус Да? Да Тогда открой тебе маленькую тайну К твоему гугусику я тоже долго привыкала Привет, малый Привет, гугусик Я так по тебе соскучился, гугусеночек мой Я тебя очень-очень люблю, гугусик И я тебя тоже Ах, вот оно как, да? Да Ну, хорошо Ты знаешь, лучше узнать правду позже, чем никогда И запомни Что никакого Кеши в нашей семье не было и никогда не будет Это мы еще посмотрим Правда, Кеша? Здрасте Я Эдуард Серов, я вам звонил пару часов раз А, да-да, давайте, заходите А что, прямо сейчас? Ну, а как? Ну, что вы Я же видеть должна Да, вы подходите Мужики, вы сейчас упадете Я буду натурщиком у одной известной художницы Че-че-че? Прикиньте, она будет рисовать меня голым Йоу Телик, ты че, вы специалист? Да нет Просто у нее скоро выставка, посвященная античности Ну, там, греческие боги и тому подобное Они ж там все голые Короче, я буду Аполлоном Господи, Аполлоном Старик Не смеши меня А что, я в прекрасной форме Между прочим, я свои кубики пресса Каждый день в душе вижу А ты свои когда последний раз видел-то? Наверное, в году девяносто пятого Ну, ладно тебе, слушай, ты Аполлон тринадцать Лучше скажи, нафига тебе это надо? Ну, признайся, ну, че там Художница, да? Симпатичная? Нет, пужики Не в этом дело Просто, наверное, известная художница А вдруг, как лет через сто Мой портрет будет висеть в ловре? Ох Понятно, права Тамара Ивановна Вот ты типичный нарцисс Да никакой я не нарцисс Просто я хочу оставить после себя Память для потомков Да, и, кстати, раз уж ты заговорил о своей новой Тамаре Почему она с нами не общается, а? А, видимо, их вот этот наукцент Ладно Чего, она к вам очень хорошо относится Че, вы мне не верите? Нет Давайте я вам докажу Хотите, приходите к нам вечером на Ужденье? Хотим Отлично тогда вечером у нас Морозик Да? Я хотел тебе сказать, что Паша, иди к нам Очень хорошо, что ты первый заговорил о своих друзьях Да Я считаю, что тебе нужно как можно меньше с ними встречаться В смысле? Пойми Человека создаёт окружение Не зря говорят, что короля делает свита Я вполне себе допускаю, что у прошлого с Севой могли бы такие друзья Но только не у нового Всеволода Мы с первого класса вместе Ну хорошо, если тебе будет так легче, ты вообрази себе, что они остались на второй год Но ты сейчас другой Ты лидер А они неудачники Эти люди тянут тебя на дно Посмотри, кто это Кто? Один клоун А другой похотливый Альфонс Чего они достигли в своей жизни? Чего? Ни-че-го А им скоро по сорок лет Ну... Хорошо Хорошо, мы поговорим с тобой сейчас по-другому Хорошо Ну, всё Пойми Если ты от них не откажешься То все мои труды пойдут на смерку Ты можешь отказаться от них на время Да Ну, пожалуйста Надо попробовать, и тогда ты поймёшь, что я от тебя всегда желала лучшего Самого лучшего Гу-гусь Олесь, ты дома? Олесь, ты что ужин не приготовила? Нет, Иннокентия Нет ужина Охот как Ну, если ты согласишься с именем Я тебе приготовлю такой вкусный украинский борщ М-м-м С пампушками Запомни Мы русские Вам хохлам Не продадимся М-м-м Москва И главное Он ещё не родился А она мне уже все нервы вытрепала Ты что, футбола мало было? Ты что, забыл? Я же сегодня рисую Я же Аполлон Мне же должно каждому сцам быть видно Ты-то сам как хотел сына назвать? Я не знаю Я ещё об этом не думал Что? В том-то твоя проблема Калач Она уже была готова А ты нет Тебе надо придумать имя На фоне которого Иннокентий бы Нервно курил в углу Слушай, ну ты прав Тебе какие имена больше всего нравятся? Конечно же Это Ну Понятно Так Нужны ещё варианты Назови его Сева А что, отличное имя? Иннокентий Это же я его Олесе посоветовал Назови его в честь меня Я тебе премию выпишу А? Ашот А что, все Ашоты очень хорошие люди И богатые Только Севой не называйте Олесь Да Слушай, Олесь Я тут подумал Может мы сына Виктором назовём? Нет Ну, тогда может Александр? Нет Вячеслав, Пётр, Иван Нет, нет, нет Павел? Тем более нет Почему? Ты же говорила, что это твое любимое имя Ну мало ли, что я говорила до свадьбы И потом Я тогда ещё не знала, что все Павлы такие упертые до безобразия Хорошо, Дмитрий Нет Паш Что? Слушай, тут туалетной бумаги нет Принеси, пожалуйста Нет Пускай тебе Иннокентий приносит А мы с Дмитрием пойдём футбол смотреть Всё, это ты не хочешь? Нет, нет, я уже убираю Всё, всё, всё Нет, ты меня не понял Мне сейчас позвонила совершенно неожиданно Старая приятельница И пригласила меня в театр завтра Ну, к несчастью, у неё только один билет Но если ты хочешь посмотреть Фауста Я могу отдать тебе этот билет Так, значит, мы завтра у тебя Всё, Влад? А? А, нет, иди, конечно У меня много работы, я... Ступай Правда? Конечно Ты не обидишься? Я не обидишься, конечно, иди Спасибо Немного работы по дому Алло, Эд Чего тебе? Я сейчас немного занят Ну, я звоню тебе напомнить Что мы с Тамарой ждём тебя и Пашу завтра на ужин Старичок, я всё помню, спасибо Всё, пока мне пора работать Давай Здрасте Я готов Я вижу Я вижу Я сегодня хочу провести открытый мастер-класс Для моих студентов Я надеюсь, вы не против А, ну... Да, нет, пожалуйста Какие проблемы? Ну, отлично Ну, что? Будем творить Понимание Всё, всем спасибо, все свободны Я тоже свободен Нет С вами мы ещё поработаем Поднимите, пожалуйста, руку Вот так Да Голову поверните Вот так Да Мне нужно Мне нужно Больше чувства в ваших глазах Что вы? У вас же прекрасный торс Вы великолепно сложены Только мне нужно немножко больше страсти Мне нужен Мне нужен Мне нужен от вас чувственный взрыв Ладно Всё Будет Чувственный взрыв Будет Кешка-сыроежка Кешка-пелемешка Кешка-какешка Пап Зачем ты так со мной поступил? Доброе утро, моя художница Кто ж такой рань-то? Позри Привет Эдик, я Я всю ночь не спала Я думала, всё, что между нами произошло Ты мне очень нравишься Эдик, кто там? Это не то, что ты думаешь Я всё могу объяснить Это не то, что ты думаешь Я всё могу объяснить Надо же, никогда не расставался Так быстро сразу же думали Тебя как зовут? Хорошо О, вот это поляна Ой, слушай, а где Тамара Ивановна? А вы с ней разве не встретились на площадке в подъезде, нет? Нет Странно Садитесь А куда она пошла? Да у неё срочный вызов Она что, на скорой подработали? Нет, ну просто у неё очень сложный клиент один Всё время пытается покончить жизнь самоубийством Ну ничего, она к десерту успеет Если клиента своему опоздают То успеет к десерту Это шутка такая Ну, а где Олеся? Да она дома осталась Всё Решил над именем сына подумать Значит, у нас чё, у нас мужская компания? Угу Перемена Ой А? Хо-хо-хо-хо-хо Здорово ли? Да Нет, мужики, я серьёзно Я не позволю, чтобы моего попугая Не позволю, чтобы моего сына Смоли Кеша Вот не серьёзно Нет, нет, нельзя Надо за это выпить А? Кеша Зайни Кешу Девочки Девочка Я сейчас не дам Поздравляю Мужики Я вас очень прошу, привестись, а Защу Короче, я вас обманул Тамара Ивановна не знала, что вы придёте В каком смысле? Ну, я вам потом всё объясню Пожалуйста Я вас умоляю, иначе я потеряю вторую Тамару сзади Ну, я вас очень прошу Я вам потом всё объясню Ну, как друзей вас прошу Ну, пожалуйста, приводите, если быстрее Ну А почему так долго? Все вот Вы заставляете женщину ждать Тамусик, а ты чё так рано? Отменили концерт в Большом театре Представляешься? Да ты что? Представляешься? Вроде клок рыжи, умники Крыша? Вот тебе новый ремонт Ну и с моей старой Старой Приятныецы пошли в буфет с горем Выпили по два бокала Молодцы, молодцы Может, ты кушать хочешь? Я пирог испёк Нет, я не хочу пирог Я хочу что-то другое Что? Пойдём со мной, я расскажу тебе Томочка, может быть, пойдём в ванную? Нет, в ванную мы это делали сегодня утром Я хочу здесь и сейчас Тома А давай Я буду строгим доктором А ты будешь беззащитным пациентом Хорошо? Сейчас не очень подходящий момент Закройте рот, пациент Я должна вам как следует Осмотреть Тома Томочка Томусик Ты не перестаёшь меня удивлять, мой зайчик? Скорее, кролик Душ Давай вдвоём сходим в душ Подожди, подожди, не торопись Я кое-что хотела тебе сказать Я говорила со своей подругой И мы решили А почему бы тебе не познакомиться с её мужем? А зачем это? Ну как же Ты же сам согласился с тем, что твои друзья полны неудачники И я нашла им очень хорошую замену Он банкир А я не говорил, что они неудачники? Нет, не говорил Я Сева, Сева Ну не начинай снова, пожалуйста Я тебя очень прошу Твои друзья полны неудачники Это всем понятно Эти люди тянут тебя на дно Это не твоё окружение Их положение ниже плинтуса И вообще Прекрати меня фрустрировать Я не выношу это Убери руку Тома Я пошла в душ И каждое имя Я продублировал несколько раз Я предлагаю вытягивать до тех пор Пока мы с тобой одновременно не вытянем два одинаковых имени Если ты и я Вытянем Иннокентия Значит будет Иннокентием Но если ты и я Вытянем Дмитрия Будет Дмитрием Как тебе такая лотерея? Ну давай Давай Угу У меня Дмитрий О, надо же И у меня Дмитрий Ну Дмитрий Так Дмитрий Хотя Иннокентий Тоже неплохое имя Паша А дай тарелочку Зачем? Ну я помогу тебе её выкинуть Да я сам Паша дай тарелочку Паша Ну да тарелочка Ну что ты А? Дмитрий Это у Дмитрия, да? Я так и знала, что ты врёшь Врун 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 Да не врун я Я просто спасаю ребенку детства Которое ты своим именем Можешь ему испортить Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Что? Ой-ой-ой Гугуська, что с тобой? Ой-ой-ой Что? 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 Ой-ой-ой Что? Ой-ой-ой Ой, Машенька По-моему Скорую надо Скорую Сейчас, сейчас Сейчас, сейчас Сейчас Шесть немецких унитазов Два итальянских Эд, ну прости меня Ты не должен общаться с неудачниками Да я же так Я же так не говорил Ну я же даже так не думал Ну я же не виноват, что она вас недолюбливает Ну ладно, как хорош Ну чё ты Ну мы же друзья Знаешь что, беззащитный пациент Дружи теперь со своим строгим доктором А нас отныне связывает только вот это вот Ах, вот как? Да, вот как И между прочим Твоя прошлая Тамара была гораздо лучше Хотя она меня и не любила Что? Что ты? Скажите, а у вас есть? У нас обед Я не считаю вас неудачниками Ну сейчас же здесь Стоп, какой обед? Ранее И вообще не вмешивайтесь в политику нашего магазина Когда хотим, тогда устроим Выйдите вообще отсюда Да А мне не нужен друг подкаблучник Ах, вот ты как заговорил, да? Алло Только знаешь что, ты вспомни и не забывай Что этот подкаблучник ежемесячно отдал тебе деньги Понял? Чё молчишь? Стыдно? Олеська в больнице Калыч, что случилось? Боже, кровь нужна, я сдам Слушай, у меня с Олесей одна и та же группа Я всё ей отдам, слышишь? Доктор, доктор Послушайте, ей надо помочь Мужик, я вообще к жене пришёл Я не врач Не врач, что тут ходишь тогда, под ногами мешаешься? Иди уже Севич, да успокойся Я спокойно Она сейчас на УЗИ А что с ней? Ну, есть подозрение, что Что-то с ребёнком Да ладно, всё нормально, болит, слышишь? Всё хорошо Кстати, Пошка, прости меня за вчерашнее Чё-то я вчера, знаешь, испугался, что я могу потерять вторую свою женщину И совсем не подумал о том, что могу потерять своих друзей Так что, извини, это Ты меня тоже прости за вчерашнее, пожалуйста Слушай, всё Да ладно, где старик Старик Вы можете зайти? Да Калыч, всё Возьми все руки Всё, мне нажал Проходите, папаша Не волнуйтесь С ребёнком всё в порядке С мамой тоже Ну, слава богу Ох, Иннокентий Заставил ты нас поволноваться-то Паш, почему Иннокентий? Дмитрий? Нет, нет, нет Иннокентий Иннокентий Нет, правда, Дмитрий, мне это имя нравится Простите, а вы о чём? Это мы ищем имя для нашего ребёночка Мой муж учит Иннокентия А я хочу Дмитрием назвать А вам какой больше нравится? Вы знаете, мне кажется, и с тем, и с другим вариантом Вашей девочке будет тяжеловато Как я выгляжу? Прекрасно А я? Отлично Ты выглядишь, как успешный мужчина Привет 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 Привет, привет Прошу вас, пожалуйста Приходите Я очень рада, что вы пришли Лариса, Виктор, знакомьтесь Это мой все, Влад Здравствуйте Одно секунду Да? Алло? Понял? Все, вот хватит болтать по телефону Приглашай гостей к столу К сожалению, не могу Опаздываю Как? Куда? Должен с одними неудачниками С двумя неудачниками пивка брать Извините Счастливо отдохнуть Он такой неординарный Неординарный Эдуард Как я рада тебя видеть Спасибо тебе, что ты пришел Наслаждайтесь Наслаждайтесь Да Видимо, я совсем не современный Я вообще не понимаю, как она тебя пригласила После всего, что между вами было Потому что она человек искусства Но она интересуется творчеством А не мелочами жизни А Да уж Действительно, я не интересую Мелочи жизни Да-да-да-да-да-да-да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому